Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия С текущего года он станет федеральным оператором в этой сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом. Рассчитываем, что эти меры помогут более 46 тысячам наших граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности. Это позволит им выбрать себе работу по душе или открыть свое дело. Прошу Роструд проследить за тем, чтобы средства, предназначенные для реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» расходовались эффективно и строго по назначению. Карачаев-Чекесь обошла в число регионов, в которых будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма. В текущем году Ростуризм в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в этом году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3 миллиардов 100 миллионов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в число которых вошла и Карачаев-Чекесья. Победители этих оригинальных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Суммарно в текущем году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на более чем 5 миллиардов рублей. Новые меры по обеспечению безопасности на дорогах республики необходимо разработать и реализовать. На этом акцентировал внимание глава Карачаев-Чекеси Рашид Тимрезов во время последней сессии Народного собрания республики в прошлую пятницу. В числе предлагаемых мер усиление дорог камерами фото и видеофиксации, усиление штатными единицами сотрудников ДПС для патрулирования на дорогах интенсивного движения, контроль за выпасом скота, а также улучшение качества подготовки водителей. Дополнительные меры необходимо ввести для уменьшения количества ДТП в регионе, а их число выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. В Малом зале Дома правительства прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Представители профильных ведомств выступили на нем с докладами о проделанной работе, представили статистику нарушений права ребенка, а также права нарушений со стороны детей и подростков. Информацию комментирует руководитель следственного отдела по Малокарачаевскому району следственного управления Следственного комитета России по Карачаев-Чекеси Магомед Яркенов. Основными вопросами работы данной комиссии является профилактика правонарушений в подростковой сфере среди несовершеннолетних, выявление причин и обстоятельств, способствующих совершениями правонарушений либо преступлений. Данный вопрос, конечно, актуален не только сегодня, он актуален всегда. Подрастающее молодое поколение требует внимания, требует изучения подхода и профилактики поведения как в школьной среде, так и в иных сферах жизнедеятельности. 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, рассказывает военный комиссар Карачаев-Чекеси Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и об уволении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Чаще всего наших ребят определяют для прохождения военной службы в Южном военном округе. Следует отметить, что вторая волна мобилизации не входит в планы Генштаба. Военнослужащих для выполнения поставленных задач на сегодняшний день хватает, рассказал военный комиссар республики Сергей Белобородов. Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территории Российской Федерации, не на новых территориях. И в пунктах постановой дислокации. Особое внимание всем и военным комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции. Атаман Баталпашинского казачьего отдела Валерий Дедук передал от Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе региона спецтехнику в подразделение в зоне проведения специальной военной операции, где проходит службу казаки. В ближайшее время посылка будет доставлена казакам-добровольцам из Карачао-Черкесии, выполняющим боевые задачи на территории новых субъектов страны. Карачао-Черкесию посетили представители Федерального Минспорта, а также крупные инвесторы, готовые вложиться в спортивную инфраструктуру республики. Гости обсудили с коллегами из правительства региона условия партнерства, а также планы взаимного сотрудничества. Как стало известно, в ближайшее время в Карачао-Черкесии на условиях государственного частного партнерства будет построено два крупных спортивно-оздоровительных комплекса. Тему продолжит министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Стоит отметить, что в последнее время мы уделяем большое внимание этому вопросу совместно с федеральными органами исполнительной власти, муниципальными. На сегодняшний день одним из механизмов развития спортивной инфраструктуры Российской Федерации является механизм ГЧП. Государственное частное партнерство в настоящее время очень популярно в России, вызывает огромный интерес у публичных органов и отечественных компаний. Государство стремится создать возможность для участия частных инвесторов в проектах на принципах ГЧП. Цель данной политики – привлечь прежде всего частные инвестиции, а также управленческие опыты и технологии для развития инфраструктуры. В Карачао-Чекесии стартовал второй тур вакцинации против полиомелита. Продлится он до 9 апреля и коснется детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Первый тур дополнительной иммунизации прошел в республике успешно. Региону удалось достигнуть самого высокого уровня охвата вакцинации от полиомелита среди республик Северокавказского федерального округа. Максимально ответственными за здоровье своих детей оказались жители Урубского района. К слову, на бесперебойное проведение первого тура дополнительной иммунизации повлияло и то, что вакцина в регионе имелась в достаточном количестве. В Минздравом Карачао-Чекесии было приобретено более 80 тысяч доз живооральной полио-вакцины и 6 тысяч инактивированной. В республике имелся запас из более чем 16 тысяч доз пентоксима. Кстати, ко второму туру вакцинации могут присоединиться даже те детишки, которые не прошли первые. Об этом сообщила консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения республики Мадина Бастанова. То, что первый тур не прошли, это не значит, что нельзя проводить второй тур. Мы всем будем рады, конечно же. И абсолютно в планном порядке идут к своему участковому доктору, либо в организованных коллективах, либо дошкольных, либо школьных. И мы, соответственно, по индивидуальному графику будем проводить вакцинацию. Индивидуальному графику имеется в виду или инактивированной, или живой оральной полиомиелитной вакциной в связи от умного статуса ребенка. Второй тур вакцинации будет проводиться точно так же, как и первый, по месту образовательных учреждений, дошкольных учреждений и, естественно, в медицинских организациях. Разобщение детей, оно, конечно же, будет проводиться для тех детей, кто не привит три и более раз. Для тех детей, кто привит три и более, разобщения, естественно, их касаться не будет. Сейчас возникают вопросы, если ребенок уже привился дважды, то есть в первый тур он привился второй раз, а вот сейчас третья будет вакцинация, будет ли разобщать? Нет, уже разобщать не будут, потому что треть раз он уже привитый, и он будет допущен в коллектив. Но если он будет делать второй раз, все-таки разобщение будет еще соблюдаться. Поликлиника Малокарачавска центральной районной больницы продолжает преображаться. На сегодняшний день выполнено 84% из запланированных работ по реконструкции здания. Завершается внутренняя отделка помещений и разводка внутренних инженерных сетей. После приступят к часовой отделке и оснащению необходимым сантехническим оборудованием. Кроме того, начинается и благоустройство прилегающей территории. В своем официальном телеграм-канале глава Карача Чикеси Рашид Тимрезов написал, что хотят не просто вдохнуть новую жизнь в постройку 80-х годов прошлого века, но и создать здесь современные функциональные возможности для диагностики и лечения. У пациентов в поликлинике, жителей Учхекена и других населенных пунктов Малокарачавского района будет еще больше возможностей для того, чтобы следить за своим здоровьем и быстрее выздоравливать. Фермеры Карача Чикеси могут реализовать продукцию овцеводства в Домоте. Поддержка этой отрасли животноводства является приоритетным направлением развития сельского хозяйства для нашего региона. Ранее по поручению руководителя республики Минсельхозом Карача Чикеси было проведено совещание, на котором проработали вопрос по сбыту продукции овцеводства в мясокомбинат «Кавказмясо», модернизированный в рамках проекта группы компании Домоты. На сегодняшний день завод готов принимать мелкий рогатый скот, содержащийся в хозяйствах республики, а именно ягнят, возрастом до одного года и весом не менее 27-28 килограммов. Если это ягнят и карачаевская породы, то допускается возраст до полутора лет. На сегодняшний день цены составляют 470 рублей за килограмм тушки мелкого рогатого скота, 230 рублей за один килограмм живого веса мелкого рогатого скота и минус 3%. Необходимо отметить, что цена может еженедельно незначительно меняться. Кроме того, у жителей республики есть возможность реализовывать овец для откорма на площадке группы компании Домоты в поселке Ударном Прикубанского района. Для получения дополнительной информации можно обратиться в региональное министерство сельского хозяйства. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств и легализации доходов на сумму свыше 4 миллионов рублей. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карача Чикеси по взаимодействию со СМИ общественностью Елена Дармограева. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении мошенничества, изготовлении поддельных документов, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 по июнь 2021 года от имени главы крестьянско-фермерского хозяйства представил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление сельскохозяйственной деятельности. В результате им были незаконно получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, на сумму свыше 4 млн 416 тыс. рублей. С целью легализации полученных преступным путем денежных средств, обвиняемый переводил их на находившиеся в его распоряжении счета, открытые в кредитных организациях на имя своего отца, указывая при этом фиктивные назначения платежей, после чего денежные средства он обналичивал. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В связи с переменчивой погодой на всей территории республики установился первый-второй класс пожарной опасности. На сегодняшний день в регионе действующих пожаров не зарегистрировано, а на понем пожароопасный сезон на землях лесного фонда Крача-Чекеси был объявлен с 3 марта. В прошлом году в республике было модернизировано 15 отделений почтовой связи. Теперь в них оказываются услуги по созданию, подтверждению, восстановлению и обновлению данных учетной записи на портале госуслуг. И это еще не все. В модернизированных отделениях также установлены уголки здоровья. Это означает, что любой клиент может воспользоваться такими медицинскими приборами, как тонометр, пульсоксиметр и бесконтактный градусник. Региональное министерство по делам молодежи провело мероприятие, направленное на развитие проектной деятельности в регионе. В рамках «Акселератора» прошли образовательные тренинги, мастер-классы, практические задания и консультации экспертов. Это три дня развития, три высококвалифицированных эксперта, десять молодежных проектов и множество полезной информации, которая позволит развить свой стартап. Эти три дня для участников прошли интересно, познавательно и весело. Ребята получили массу положительных эмоций и узнали много нового о проектной деятельности. Отметим, что подобные мероприятия позволяют эффективно повышать уровень компетенции молодежи и приводят к высоким результатам во всех сферах жизни. Год кафедры «Лесное дело» увековечили аллеи Кедра Сибирского. В мероприятии приняла участие министра природных ресурсов и экологии карачачьи Кейси Диана Качкарова. Памятная посадка прошла во дворе первого корпуса Северокавказской государственной академии во главе с ректором Русланом Качкаровым. Министр в очередной раз отметил необходимость профильной кафедры и востребованность будущих выпускников, а также активное участие кафедры в природоохранной деятельности республики в течение всего этого года. МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации будущих актеров из Карача-Черкесии. Мероприятие состоится 20 и 21 апреля в онлайн-формате на цифровой платформе «Вебинар от МТС». Таланты поступающих оценит старший преподаватель кафедры и мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Желающим предстоит подготовить чтецкую программу, это басни, стихотворения и прозы небольших по объему, а также песню на выборы и танец. Для участия необходима предварительная регистрация, после этого каждый участник получит индивидуальное время и приглашение. По итогам встреч самые талантливые выпускники республики будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. В свет вышел первый глянцевый журнал об абазинах. На страницах издания читатели найдут много интересного о быте и культуре народа, а также о его достойных представителях. Журнал должен стать еще одним важным источником информации для народа, а также помочь в вопросах сохранения и развития абазинской общности, рассказала команда проекта. Ну и последняя информация. Каратисты Черкеска завоевали в Ростове-на-Дону 19 медалей, где завершился открытый фестиваль «Патриоты Дона» и первенство по Кёку-Синкай. В соревнованиях приняли участие воспитанники Елены Мурадовой и спортивной школы номер 6 республиканской столицы в дисциплинах ката и кумиты. Торнир собрал около 200 спортсменов из Новошахтинска, Зернограда, Батайска, Черкеска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сухума и многих других городов. По результатам первенства наши каратисты завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптика в республике, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная в облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местная плюс 9,14 и выше 2000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Столбик террометра поднимется до 22 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!